всем привет сегодня мы с вами отправимся в поход на цельский ретранслятор покажем вам горы северной осетии расскажем про маршрут на чем доехать как добраться в общем смотрим доехать почти до самого ретранслятора вы можете на автомобиле конечно все зависит от погодных условий и все же лучше чтобы у вас был полный привод съехал с асфальтированной дороги мы направились к селению верхней цель дорога к селу грунтовая извилистая и пролегает через хвойный лес по обочинам нет никаких ограждений поэтому нужно быть максимально аккуратным поднявшись немного выше села дальше мой бусик проехать не смог я аккуратно начал сдавать назад припарковали его к обочине чтоб он никому не мешал и с верхнего цель мы отправились пешком местами снег местами вообще сухо такая весенняя погода угольный лед такой даже идти скользко давай рукой такие виды нас окружает а нам идти вон туда вот этот пик и есть пик туриста маршрут на пик туриста легко можете найти в google картах прям пишите пик туриста либо цельский ретранслятор и вам выдает дорогу спокойно поднимаетесь друзья к нам в гости приехала алена знакомьтесь алена приехала к нам из ростова вообще народом из красноярска а так ты одна приехать часто в одиночные путешествия ездишь но одной не страшно особенно на кавказ все дела заставляем идти куда-то вверх в горы так себе затейка на самом деле здесь такая лавочка оборудована для фотосессий с таким потрясающим видом в осетии ты первый раз как тебе сети вообще первое впечатление такое такие все на танках ездят с ножами да с пистолетами там даже в центре такая советская музыка играет гуляешь и ты куда-то в ссср находишься ну атмосфера на самом деле по проспекту гулять все они дешевые то есть ну очень даже не приятно наверху уже поднялся такой сильный ветер холодный и мы утеплились почти добрались вот уже ретранслятор а за ним дальше пик туриста вот он сейчас виден по факту получается что сельский ретранслятор выше находится чем пик туриста но идти туда не знаю насколько целесообразно поднимемся к ретранслятору и там посмотрим это старый ретранслятор он уже не действующий здесь новый это у нас селение верхний сгид над ним горы кионского кионский массив называется там урсхох кион сам левее воржонца гвери там тоже какой-то урсхох а вон там дальше восточная дегория уазахох получается вот за этими горами уже дегорское ущелье под ними уже мацута а понятно а с другой стороны карио видно вот карио какой-нибудь стороны красивый супер все эти горы напоминают вот америку вестерны юту там классно там поднятие такие дно океана но следилось а вот получается мизур вон видно его пятиэтажа ну да точно с этой стороны у нас получается там уже южная осетия тоже южно-осетийский горы там справа по моему вот это остренько халатца называется не ошибаюсь что-то ходили нам даже пиколани а вон то вот наши горы большие вот эти правая тепли называется там левее шау хох большая гора любой джимара за ней там как здесь светленно вот эти там девчонки наши кусечка моя молодец дошла смотри какая здесь красота безумнейшая ну что мы подведем итог нашего похода понравилось тебе Артем? нет Катя а тебе понравилось? нет а что значит на тебе? на самом деле мне понравилось но там прикольно люди больше всех понравились о Катя катись катись очень крутое место на самом деле такая панорама горы красота можно заехать на машине если у вас крутая тачка Алена а тебе понравилось? да мне тут одной понравилось не ну там наверху было дико холодно мы оттуда быстренько так сбежали покушали и мигом оттуда ну в целом поход классный они и Продолжение следует...